Всем привет, с вами Science Daily. Новости науки и космоса. На солнечных батареях аппарата Insight накапливается пыль, а на равнине Элизии наступает зима, и поэтому команда инженеров из лаборатории реактивного движения планирует снизить объем научных операций, чтобы обеспечить безопасность модуля. Миссия аппарата NASA Insight недавно была продлена еще на два года, и это позволило обнаружить новые землетрясения, пылевые бури и другие явления на Марсе. И хотя ученые планируют продолжить сбор данных в 2022 году, возрастающая запыленность солнечных панелей и наступление марсианской зимы вынудили специалистов временно ограничить работу инструментов аппарата. Insight был рассчитан как минимум на двухлетний срок службы. Стационарный посадочный модуль оснащен солнечными батареями, каждая из которых имеет ширину 2 метра. Ученые понимали, что панели будут постепенно снижать свою выходную мощность по мере оседания на них пыли, но они смогли поддерживать работоспособность аппарата в течение запланированных двух лет. Кроме того, в качестве места посадки аппарата Insight была выбрана ветреная равнина Элизии на экваторе Красной планеты, где много солнечного света. Ученые надеялись, что пылевые вихри, или как их еще называют пылевые дьяволы, помогут очистить панели, что много раз случалось с аппаратами Spirit и Opportunity, позволяя им прослужить годы, превышающие их проектный срок службы. Но несмотря на то, что Insight зафиксировал сотни проходящих мимо пылевых дьяволов, ни один из них не подошел достаточно близко, чтобы очистить панели аппарата. Сегодня солнечные батареи Insight вырабатывают только 27% своей емкости. Эту мощность необходимо разделить между научными инструментами, роботизированной рукой, радиокосмического корабля и различными обогревателями, которые поддерживают все в рабочем состоянии, несмотря на отрицательные температуры. Поскольку самый ветреный сезон марсианского года закончился, ученые не рассчитывают, что в ближайшие месяцы панели будут очищены. В настоящее время Марс движется к так называемому Офелию, точке максимального отдаления от Солнца. И это означает, что освещенность поверхности Марса становится еще слабее, снижая мощность тогда, когда Insight больше всего нуждается в обогреве. Марс снова начнет приближаться к Солнцу в июле 2021 года. Тогда команда возобновит полноценные научные операции. У нас отличная машина и первоклассная команда, и я с нетерпением жду многих новых открытий от Insight в будущем, говорит один из специалистов лаборатории реактивного движения НАСА. На нашем канале вы найдете самые свежие новости из мира науки и космоса. Поэтому не забудьте подписаться.